Стоит ли переплачивать за премиальный звук или же можно использовать дешевые петлички за 6 тысяч рублей? Привет! У любого оператора, который так или иначе занимается видеосъемкой, либо начинает писать свой влог, хоть как-то связан со сферой видео, в какой-то момент его пути возникает вопрос, а на какие петли писать звук, так как хочется записывать себя, не хочется вкладываться много и хочется иметь хорошее качество. Мне периодически приходят такие сообщения в Директ, что Александр, подскажите, какие петли взять, какие там есть за 5-10 тысяч рублей, что есть в пределах, какое качество лучше, где звук лучше. А я всегда пишу свой звук в своих роликах и в целом везде на своих проектах на звук от DJI Mic, сейчас у меня DJI Mic 2. И в этом видео я хотел бы сравнить, есть ли разница, есть ли смысл переплачивать за дорогие бренды, или же можно взять дешевый звук, например, вот эти петли покупались за 6 тысяч рублей. И будет ли огромная разница в качестве звука, в качестве самой сборки и надежности этих петель. И в этом видео мы лично проверим, есть ли смысл переплачивать за дорогие бренды, или же можно воспользоваться более бюджетными аналогами. Поехали! И перед тем, как мы начнем, немножко представлюсь. Я Александр Шевченко, мой канал про аэросъемки, видеосъемки и путешествия. Подпишитесь, много всего интересного. Также я основатель онлайн-школы, это Академия Аэросъемки, где мы рассказываем и обучаем пилотов дронов. Прямо с самого начала, когда вы только покупаете дрон, регистрируете его, начинаете разбираться во всех этих нюансах до создания полноценных профессиональных роликов. На нашей платформе уже более 100 уроков на тему аэросъемки. Также есть дополнительные курсы на различные другие тематики для тех ребят, которым так или иначе интересно окунуться в мир видеосъемки. Все подробности будут доступны по ссылочке в описании. Можем начинать. И этот выпуск мы начинаем записывать в непривычной для меня обстановке, потому что обычно я записываю все свои новостные выпуски и ролики для YouTube у себя дома, либо на кухне, либо в зале, выставляю локацию и записываю. Сегодня же я пишу на студии, такой же полноценной, подготовленной, профессиональной, с кучей камер, света и другими локациями. Это студия Первая продакшна города Сочи, в котором я являюсь оператором. Студия любезно предоставила мне локацию для наших съемок. И сегодня в нашем тесте я хочу сравнить три различных радиосистемы от DJI, от HoloLand и от Olanzi. И сразу проговорим, что это не будет какой-то профессиональный обзор с разбором того, как звучит, какая глубина звука у каждого из производителей. Мы разберем на примере того, что если вы начинающий оператор, видеограф, видеомейкер, без разницы, как вы хотите себя называть, вы хотите купить себе звук и записывать свои влоги, либо же записывать своих клиентов, то мы это хотим разобрать на обычном примере, когда мы взяли петли, повесили, снимаем и проверяем звук без какой-либо обработки. Потому что понятно, что любой звук можно в дальнейшем научиться обрабатывать, прогонять через различные плагины, компрессоры и прочее. И звук будет очень сильно отличаться от его изначального вида. Но сейчас хотим просто взять и потестировать на обычном примере, если бы мы купили, повесили и начали записывать. Так что проверим трех производителей на качество звучания в городской среде. То есть непонятно, что на студии в идеальных условиях это одно, но мы выйдем в город и поснимаем в реальных локациях. Эти петлички покупались примерно за 30 тысяч рублей от DJI. Holy Land, если я не ошибаюсь, покупались за 23 тысячи рублей. И у Lanzi покупались за 6 тысяч рублей. Так что мне кажется, будет такой интересный тест сравнения наших петличек и производителей. По комплектации сразу скажу, что разница небольшая при покупке. То есть и там, и там, и там у нас есть чехлы, есть дополнительные кейсы, какие-то для хранения, в котором внутри хранятся дополнительные провода, переходники, различные крепления, чтобы вам было комфортно пользоваться вашими петлями. Разберем то, что отличается, так сказать, более сильно. И начнем мы с наших кейсов. К примеру, у DJI кейс довольно крепкий, плотный. Он прям выполнен весь в едином стиле. Открывается не на магнитной защелке, а на такой физической, на которой надо нажимать кнопочку. То есть просто так у вас кейс не откроется. Что в целом удобно, такая защита от выпадания, либо же там от дурака, не знаю. Остальные производители сделали кейсы на магнитиках. То есть они в целом держатся. И один, и другой, да. Не открываются. И внутри, мне кажется, везде выполнено все одинаково. При открытии крышки сразу загораются индикаторы на наших приемниках, которые показывают уровень заряда ваших устройств. Мы сразу видим, насколько они заряжены. В примерах с DJI он показывает, сколько времени мы можем записывать на внутреннюю память. Внутренняя память есть у всех этих петличек, что очень удобно. Здесь у нас отображается дата и также уровень заряда. Сколько времени можно записывать на каждую петличку, здесь не написано. И здесь просто отображается уровень заряда. То есть в целом удобно. Вы открыли кейс, сразу видите, где сколько заряда, надо зарядить или нет, и какую лучше использовать на длительной съемке. То есть в этом все здорово, все классно. Также у нас есть небольшое отличие по размерам. Если мы говорим про кейсы, может быть разница не такая большая. Это чуть меньше, но он чуть толкше, к примеру. Хотя не скажу, да? Ширину особенно заметно. Но не скажу, что это прям какая-то большая критическая разница. Сама разница заметна уже при рассмотре наших самих устройств. К примеру, вот комплект DJI. Видим такой, да? Небольшой наборчик. У Holy Land уже размер чуть-чуть больше. Причем как самой петлички, так и самого приемника. И у Lanzi самый большой размер. Но если мы говорим про то, что это петлички стоимостью в 6 тысяч рублей, которые можно подключить к камере, к телефону и записывать полноценный звук прям внутрь самих петличек, то в целом неплохо. Опять же, не сказать, что это большая какая-то разница в размерах. Возможно, для кого-то будет критично, но как по мне, непринципиально. Да, крепить и вешать вот такой приемник намного комфортнее, чем большой. Прям разница очевидна в этих двух размерах. Но, тем не менее. А, кстати, отдельно хотел отметить, что если мы, к примеру, рассматриваем приемники от DJI, то внутри в кейсе у нас уже есть переходники для Type-C крепления и для крепления к лайтингу, то есть к айфону. Что очень удобно, да? Мы достали, воткнули. И если у DJI крепится с помощью внутреннего башмачка, который здесь же находится, то есть мы достали заглушку, вставили этот и вставляем его прямо в телефон. Нам не нужно дополнительно как-то крепить. То у других производителей, насколько я знаю, все крепится через переходники проводов, то есть какие-нибудь небольшие, недлинные провода, не знаю, там сантиметров 10-15, 10, наверное. И у тебя он будет просто болтаться. В случае с DJI сделано намного, мне кажется, даже не немножко, а прям намного приятнее, потому что ты его воткнул в телефон, и все, он тебе держится, он тебе не болтается, он тебе никак не мешается. В случае с другими производителями, у вас он будет висеть на проводе, что может являться минусом для использования. Также отдельно хочется отметить, что у DJI и у HoloLand есть дополнительные магнитики, которые можно крепить к одежде, на внутреннюю и внешнюю сторону, без разницы, и у вас микрофончик закреплен не на клипсе, а прям на магнитике, что в целом удобно. То есть у HoloLand есть точно такой же магнитик, который крепится. Но, кстати, у DJI, наверное, немножко покрепче, если мы на моей кофте, к примеру, ну она такая довольно плотная, HoloLand слетели. Давайте сравним с DJI. Ну да, DJI держится покрепче за счет того, что у него просто сам магнит потолще и покрепче. Поэтому, возможно, тоже будет для кого-то решающим фактором при выборе. У HoloLand магнитика нету, он крепится только на клипсу. Но в целом эту клипсу можно вешать хоть так. Если вам не нравится большой черный ящик, мы его можем перевернуть, повесить на внутреннюю сторону, что в целом тоже является приемлемо. Но у вас не получится повесить его где-нибудь посередине, хотя некоторые используют такие небольшие цепочки, веревочки, и вешают прямо на них, чтобы он висел посередине. То есть в том случае, когда у вас нету магнитика. Такое тоже небольшое отличие. По возможностям самих петличек, они в целом плюс-минус очень сильно похожи, потому что и там, и там есть возможность записи в себя, настройка записи в стерео, в моно, различные настройки по громкости для каждого приемника. То есть каких-то таких больших и значимых отличий здесь не будет. Отдельно хочется отметить, что в этих двух версиях есть внутренний шумодав, который убирает сторонние шумы. Но по факту я скажу, что эта вещь работает не очень хорошо, не очень корректно. Мы, конечно, выйдем в городе и потестируем, но по факту эта функция, скажем так, не очень приспособлена для реального использования, потому что она искажает ваш голос и не очень сильно убирает сторонние шумы. То есть если вы научитесь обрабатывать свой голос и свой звук уже на постобработке, после того, как вы отсняли материал, то в монтажных программах проработать эти нюансы с шумом будет намного лучше, чем использовать внутренние шумоподавители. На приемнике от Уланти шумоподавления нет. В остальном, повторюсь, что и тот, и тот, и тот приемник плюс-минус будет очень похож по настройкам, по параметрам, по каким-то коррекциям самого звука. Поэтому я думаю, сейчас будет логически выйти на улицу, на реальной локации и проверить, как далеко действует у нас передача сигнала, потому что заявлено, что у этих двух производителей дальность передачи сигнала 250 метров, у этих 100. Ну и небольшое еще отличие по самому звуку. Здесь у нас 32 бита, Z24 здесь не помню. Но сейчас выпишу отдельно, вот здесь появится. И такое, опять же, отличие, которое, возможно, кому-то будет очень важно, но точно не для новичков, потому что 32 бита, да, это выдает возможность вам сохранить свой звук при каких-то резких перегрузках. Если кто-то вдруг закричал, какие-то резкие звуки, крики, еще что-то, то если вы пишете на петличке DJI на внутреннюю память, то там есть возможность немножко лучше поработать с звуком, потому что у него больше глубина и есть больше возможностей для дальнейшей постобработки, чем у других производителей. Но, опять же, если только начинаете свой путь в видеосъемке, то, я думаю, это не первое и не первоочередное то, о чем вам необходимо думать. Так что, идем на улицу и проводим наши реальные тесты. Погнали! Итак, ребят, мы выехали на реальную локацию, отошли сразу на отметку в 25 метров рядом с этим столбом. И для интереса сейчас будем проверять, насколько хорошо у нас звучит голос, прерывается он где-нибудь, есть ли какие-то помехи и насколько вообще отличается само качество звучания. Потому что, мне кажется, что в микрофонах сейчас качество звучания будет плюс-минус везде одинаково. И не будет такого большого отличия, что здесь мы там слышим звук, как из, не знаю, там, из туалета, а здесь будет качественный профессиональный звук. Мне кажется, что при записи на камеру у нас плюс-минус будет очень похожий звук, очень похожее звучание. И первый тест, который я хотел бы сделать, это тест как раз-таки на тот формат, тот формат, когда ты перекрываешь сам с собой, или там, ты снимаешь какого-нибудь спикера, какого-нибудь человека, который начинает говорить какое-нибудь интервью, либо вы просто записываете какие-то... Он начинает ходить, начинает двигаться. В какие-то моменты бывает так, что звук прервается. Просто он прервает сигнал в своем теле, и звук уже идет криво. Поэтому сейчас хочется узнать, насколько вообще у нас есть эта проблема, на каких микрофонах она вообще может быть или нет. Конечно, я думаю так, что у Lanzi качество сигнала будет значительно хуже, чем у более дорогих конкурентов. Поэтому сейчас мне просто интересно, насколько это будет заметно. Сейчас я ушел на отметку в 70 метров. 70 метров довольно далеко. Снимать дальше маловероятно, что кто-либо будет на реальных локациях, чтобы вам это могло где-то пригодиться. Потому что чаще всего снимается в каких-то помещениях, где-то на улице есть какие-то перекрытия из домов, людей и прочего. Но вот на открытой площадке мы находимся в прямой зоне видимости. Все микрофоны находятся передо мной. И качество звучания, мне кажется, должно плюс-минус одинаково. У Lanzi заявлена дальность сигнала до 100 метров. У DJI и у Holy Land заявлено 250. Поэтому давайте отойдем до следующей остановки и проверим, есть ли разница в звучании. Поехали, считаем. 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 97, 97, 90. 90. Я думаю, что до той остановочки, до которой я хочу дойти, будет примерно... ...к камере. И почти мне кажется, что уже из тех трех производителей будут очевидные проблемы. Что он будет не ровный, что он будет где-то рожать и он будет где-то прерываться. нам осталось несколько минут подойти. Я опять же нахожусь в прямой зоне видимости, но что-то мне подсказывает, что уже есть какие-то проблемы со звуком. Я, конечно, не знаю, сейчас не могу сам себя послушать и подойти к камерам, но вот, находясь на таком расстоянии, мне кажется, уже есть некий... ...сделать... ...кромкости... ...если... ...и думаю, стоит возвращаться обратно. Также на обратном пути, я думаю, сейчас зайду за огромный столб, не знаю, будет его видно в камере или нет, но будет интересно, прервет этот сигнал, либо же нет. В целом, тест, мне кажется, должен пройти отлично, так как у нас он проводится в одинаковых условиях. Все три микрофона пишут в камеры. Это все три одинаковые камеры Sony Alpha 7 S3. Стоят на штативах на одинаковом расстоянии друг от друга и качество сигнала везде должно быть одинаковым. Для примера, зашел за конструкцию металлической. Проверяем звучание и идем дальше. Проходим, возвращаемся к нашей отметке в 70 метров. Здесь есть огромный столб. Сейчас попробую обойти его и проверить, будет ли разница, будет ли пилирование. Зашел за столб. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрим, какой у нас чудесно красивый город. Много зелени, много машин, какое-то бревно плывет по реке. Захожу еще раз и возвращаюсь обратно. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Отлично. Я думаю, можно возвращаться к камерам и уже дома на посте проверить, какое же звучание есть, отличие или нет. А вы пишите в комментариях, какой звук вам нравится больше. Есть ли смысл вообще переплачивать за бренд, за качество, за сборку. или же это все просто маркетинговый ход и все три микрофона пишут одинаковое качество звучания, потому что разница у них реально большая. Один микрофон у Lanzi стоит до 10 тысяч, второй стоит Holy Land в районе 25, и DJI свыше 30. Поэтому очень интересно узнать ваше мнение, есть ли смысл переплачивать и какими микрофонами, каким качеством звука пользуетесь вы. На этом у меня все. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.